Доброе утро! Вы смотрите программу «Наши утром» на телеканале ОТВ. Степан Арефьев, Марина Гес. И пока мы со Степаном отмечаем День распахнутых окон, наши коллеги отмечают профессиональный праздник День радио, потому что 7 мая его отмечают все работники отраслей связи и радиотехники. Да, в 1895 году российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удаленную радиостанцию электромагнитных колебаний отрезанной молнии и собранный им элементарный приемник. Однако изобретения не поняли, сначала не приняли, потом доказали, что это все работает. И только в 1945 году этот праздник стал отмечаться ежегодно. Да, ну а для тех, кто не знал, в нашем медиахолдинге ОТВ не только телеканалы, но и несколько радиостанций. Ну как несколько, четыре. Это «Бизнес-ФМ», «Радио 100», «Радио Дача» и «Ретро-ФМ». И вот о том, как работает радио сегодня, расскажет Андрей Фролов, главный редактор радиопрограмм «Медиахолдинга ОТВ». Андрей, доброе утро и с праздником! Доброе утро! Коллеги, доброе утро! Ну, вас, прежде всего, тоже с праздником, потому что телевидение вышло из радио, и все мы в одной большой семье, в одном большом медиахолдинге. Так что всех действительно с праздником. Связистов, телезионщиков, радищиков, интернет — это тоже связь, это тоже радио. Все-все-все мы вышли из радио по полу. Да, да. Ну, вот, смотри, Андрей, если раньше радио — это прям вот, ну, действительно, ты говоришь, все вышло оттуда, и телевидение, радио — это было все даже, помните, розетки дома специальные были? Даже из распахнутых окон звучала музыка, да, или радио. Да-да-да, и даже розетки дома специальные были, все включали радио, и слушали по радио, будем мы учиться зимой или не будем мы учиться, если холода. Ну, вот, что радио сейчас? Все равно сейчас, как бы, и телевидение подвинуло, и интернет. Вот, на сегодняшний день радио — это что? Ну, на сегодняшний день радио — это, на самом деле, прежде всего, контент, потому что люди, которые делают радио, ведь меняется среда распространения, да? Было вот это вот радио по полу открытое, проводное радио, FM-станции, сейчас есть другие различные варианты, там, интернет-радио, скоро появится 5G, вообще жизнь изменится совершенно, я вас уверяю, буквально несколько лет, и все будет по-другому. Но, тем не менее, контент создают люди, это редакции, это сами редакторы, журналисты, корреспонденты, то есть, вот это вот все это варится, и появляется, как у нас там, 14 выпусков ежедневных, информационных, или замечательная музыка на Радио 100 и на других радиостанциях. Поэтому, не важно, где мы распространяемся, важно, что мы делаем для слушателей, важно, что мы рассказываем, какую мы музыку, да, ставим в эфир, какие мы новости рассказываем. Андрей, ну вы уже, скорее всего, проводите соцопросы, какие-то срезы, да, и вот скажите, вот сейчас радио, мы, как говорили раньше, радио слушали дома, за столом, аккуратненько, вот сейчас радио, да, где, в машине, на работе, не знаю, просто в наушке. Ты ответил уже просто-напросто, Степан, спасибо, в машине, на работе, все рассказал. Нет, а по процентам, по процентам, ну, во-первых, вообще, контент сейчас, конечно же, выходит в интернет, и очень много слушают радиостанции в интернете, но ФМ-радио все еще на плаву, и стабильно, что самое главное по всем вопросам. Недавно я был в Москве на фестивале вместе медиа, и там были данные в ЦИОМ, то есть, радио, оно стабильно. Да, что-то меняется, но, тем не менее, слушание в ФМ продолжается, чуть-чуть, чуть-чуть растет аудитория в интернете, и, пожалуй, вот эти сейчас два главные, две главные среды распространения, ну, вот, говорю, как только появится 5G, все сильно изменится. Андрей, а вот смотри, все-таки четыре радиостанции, да, в чем их отличие? Понятно, что действительно у каждой радиостанции свой слушатель, и когда наступает вот весенний-летний период, радиодача просто, мне кажется, становится незаменимой. Ну, давайте начнем с области. У нас радиодача, которую вы сказали, звучит в 15 населенных пунктах области. Это Южноуральск, Троицк, Ошак, Штым, Степное, то есть, это практически подкрытие на всю область. И там, понятно, мы делаем определенное количество новостей, остальное – это музыка. Ретро-ФМ у нас в горнозаводской зоне, начиная от Кусы, Садка, Златоуст и Миас, уже практически Челябинск. И две радиостанции – это Радио 100 и Радио Бизнес-ФМ. Они абсолютно разные, но сейчас я расскажу про них интересную вещь. Давай, давай. Итак, Бизнес-ФМ, также есть горнозаводская зона, Златоуст, Миас, Садка и Челябинск. Радио 100 только в Челябинске. Это две станции, с одной стороны, абсолютно не похожие. Бизнес-ФМ – это только новости. 24 часа в сутки, информационные программы, короткие новости, длинные новости, сюжеты, интервью и все это вот такой информационный конвейер. Радио 100 – это очень такая приятная, хорошая музыка. Но что самое интересное, и та, и другая станция рассчитаны примерно на одну и ту же аудиторию. То есть, это взрослые люди, которым интересно, что происходит в стране, что происходит в мире, что происходит в их городе. Они послушали новости на Бизнес-ФМ, они получили для себя эту важную информацию, каким-то образом сами ее переварили. Мы ни в коем случае не учим наших слушателей, как нужно жить. Мы им даем просто информацию. А потом они берут и переключаются на радио 100, чтобы послушать замечательную музыку. Вот, кстати, я вам просто сейчас открыл, мы прорабатываем рекламную концепцию, как продвигать друг друга взаимно. Это как раз будет такое кросс-промо. Послушал новости, включи хорошую музыку, и наоборот, послушал хорошую музыку, немного новостей. Узнаешь, что происходит в мире. Ну что ж, Андрей, еще раз с праздником вас, все ваши четыре телеканала, телеканала, радиоканала. Все наши четыре телеканала мы захватим, потому что радио захватит все. Оно и так уже все захватило. Ну что ж, с праздником, а я напоминаю, что сегодня День радио. В нашей студии мы отмечали вместе с Андреем Фроловым, главным редактором радиопрограммы Медиахолдинга ОТВ. Ну а сейчас у нас рубрика «Гарантия качества». Наш корреспондент Дмитрий Лазарев узнал, как правильно выбирать велосипед. Да, но об этом уже посмотрели. Да, давай сейчас перейдем на мужское хобби и узнаем о одном замечательном человеке, который увлекается звездными войнами. Настоящий звездный человек. Пожалуйста.